Есть огромное желание поехать вообще Сторону Волги, вот туда Там тоже есть пара места Вроде территория кемпинга большая Хотя, честно, назвать это кемпингом Язык не поворачивается Классно, когда есть нитратомер с собой Вообще мерить надо до толпы Это будет хорошо Реши дома Все, поедем в Краснодар Уладим некоторые дела А потом опять отправимся в путешествие Сейчас у нас сборы Серега дописал пост Как раз про этот кемпинг Ссылочка будет внизу Вот, а здесь у нас уже Куча вещей Все так у нас Ну, почти все уже упаковано Вещи только осталось Машину перенести Вот, и Ну, поедем дальше Сейчас вам Немножко покажу Вроде территория кемпинга большая Хотя, вот, честно Назвать это кемпингом Язык не поворачивается По сути, это просто Огороженная территория И все Да, есть тут туалеты Вот, это первый Но это совсем разваливши Есть тут летние души Ну, тоже такое Сплошное название Потому что они разваливаются Вчера вот Отвалилась одна дверь Но сейчас уже сделали В правой двери Получается Нету застежки Что тоже совершенно Странно Почему нельзя сделать Вот, есть электричество Но это один столб На весь кемпинг Все Больше здесь нет В итоге Ну, люди приехали Заплатили тысячу рублей И Надо Присасываться К одному единственному Столбу Что тоже странно Вот И там Вдали Туалеты Туалеты Которые В антисептик Не добавляют Не выкачивают И Совершенно Невозможно В них зайти То есть В итоге Тысяча рублей Ты платишь Ни за что Сейчас Уже пойдем Собираться И поедем В сторону Дома Вот так тоже Видите Все В проводах Уже У нас провод Длинный оказался Вот И К нашему проводу У нас только народа Присасывалось Потому что Ну а какие варианты Где надо Заряжать свои телефоны Смартфоны Вот идет У нас Оранжевый провод Вот еще один провод Еще один белый провод И вот так это все выглядит Фуф Ну что Собираемся Едем Да До Краснодарчика Погодку там Я правда посмотрела Ха-ха Ну что делать Надо сделать Да Дела себя Не сделают сами Два-три дня Пусть мы разрули Мы пойдем Дальше А куда дальше Пока еще мы не решим Есть Огромное желание Поехать Вообще В сторону Волги Вот туда Там тоже есть Парки места Где можно Тебе дам Посладелось Покупаться А можно в Крым Ну в Крым Честно говоря Больше хочется Наверное В конце августа В начале сентября Народу Не будет Комфортно Будет классно Я так Крым что-то Что-то как-то Останавливает Это да Есть такое Ладно Давай не будем На солнце Сжариться С соседями Хорошо Как всегда Стандартный Процесс Надо Прицепить Прицеп К машине И погоним Уже в Краснодар Погодка Там вроде 38 градусов Ну посмотрим Как оно там Вот Отдохнули мы Шикарно Море Обалденное Сегодня вот Мы ходили А так Надо же ему Подсказывать Подождите Давай Там он поднято Это колесо Нет Это я думаю Какое-то Оно низкое Такой Плюх 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 Потому что Надо сначала Зацепить Потому что Если мы Вот эти Подкаты Уберем То как Покатится Он с горочки Кто его Потом ловить Будет Так Ну вот Ну ты Идеально А потом Чуть скатился Ладно Сейчас мы Уже Закончим И Потом Продолжим Потому что Ну очень жарко Вам одновременно Снимать И Сереге Помогать Проблема у нас Подкаты Что за проблема Вот Один сняла Подкат Сейчас Хожу По стороне Мчись Щекастик Как ветер Все готово Хорошо Мы тут Не отрушаем Убираем Подкаты Закрываем Наш Крундучок И Можно Смучать А И Можно Ехать На всех Парах Опасно Домой В Краснодар Да Да Домой В Краснодар Временно Мы не собираемся Так долго Тусоваться Во-первых Там лютая жара Во-вторых Путешествовать Нам нравится Тебе нравится Путешествовать С нами С прицепом Естественно Не Мне нравится Конечно Так Остался В открытом Вопрос Куда я делаю Хордею Скажи Хордею В машине Так Я его Поводок Поводок Я видела В прицепе На столе Узнаем Сейчас узнаем Забыла Мама Поводок Или нет Так Есть? Нет Кое-что Не закрыла Я Сейчас Разберемся Жарко Жарко Ага Очень Зато Морюшка Сегодня Химичит Там Что-то Мешает Тебе Делать Они Потому что Поводок Орлеевский Поводок Орлеевский Поводок Нашли А там Машины Нету? Сейчас Я гляну Конечно Ну Если нет Прицепе Наверное В машине Ну Что Махматы А Мое Отражение Все здесь Все на месте Да Новый Оператор На месте До свидания Хороший До свидания Так Я Назад Я Назад Обнимашки Тут Собака Собака Вон Ну Сиди Я тебя Потом Застану Выезжаем Мы Из кемпинга Из этого Фуф Отдохнули Шикарно Ничего не скажешь Мне понравилось Ох Как же Клево Что подумали Машины С кондиционером Это прям Блаженство В общем Кемпинг По факту Просто вообще Супер Нищенский Почему Потому что По сути Это просто Пустырь Не оборудованная Парковка Посреди поля То есть Из оборудования Там нет ничего Там есть туалет Который переполнен Который Невозможно Ходить Либо Просто Блин Зимняя Задница В эту почку Дерьма Опустишься Потому что Он по краям Либо Просто Задохнешься От запаха Ароматных В душ Ходить Невозможно Потому что Бак воды Стоит у них На самом Санцепёке Вода в нем Ну фактически Тухнет У нас Канистра Простоял на солнце Сутки Там она Зеленой Вот этой фигней Покрыла Цветет На такой жаре Вот Плюс она Ледяная Электричество Условно Есть То есть Стоит Посередине Этого самого Поляны Кемпинг Я это назвать Не могу Так Посередине Поляны Стоит Столб Да Маневрируем В таких Таком месте Жутко Посередине Поляны Стоит Столб У столба Штук Шесть Розеток Для того Чтобы Подключиться По факту Тебе Нужен Удлинитель Желательно Не меньше Тридцати Сорока Метров Если Он у тебя Есть Ну да Можешь Подключиться Но Как я понял Большинство Людей Естественно Нет Бросить Там Если ты хочешь Зарядить Смартфон Бросить У столба И пойти Куда Ну наверное Тридцари Не очень Хорош Поскольку Сюда Когда Заезжаешь Тут Не спрашивают Ни документа Ни паспорта Ничего Ты просто Заехал И уехал Кто там Среди Отдыхающих Окажется Нечистоплатным Нарко Да может Из руководства Или из сотрудников Кемпинга Пройдут Просто Возьмут Соответственно Холодильник Какой-то Ты тоже Не подключишь Сто Потому что На самцепете Ты же его не оставишь Он тебе просто Сгорит Короче Бестолковно Нет такого Как в настоящих Кемпингах Оборудованная Точка Электричества Водоснабжения Там Вот это Вот здесь По имени Нет Ничего А деньги Платят Большие Тысяча рублей Просят За Фактические Сбросы За парковку Мне кажется Даже в Москве За тысячу Тысячу рублей Парковок Неда Так что Мне Не понравилось Место Шикарное Вообще Это самый Мой любимый Пляж Он великолепный Он супер Классный Он здоровский Я прям Вот Как сказать Очень рад Что он Один из ближайших На самом деле Нашего места Жительства Не совсем Ближайш Ну Недалеко Находится 150 190 Километров Вот Ну Такие Кемпинг Это Конечно Это Просто Боль Это не Кемпинг Боль Слезы И Жесть Полная Какие дела Уровень Пофигизма Конечно Администрации На высшем уровне Затор Какой-то Ну да Потому что Он там Повернуть Хотят Не могут А здесь Вон смотрите Самолеты Туристов Возят Что-то Мы встряли В какую-то Пробку Которая Не едет И она Зараза Длинная Такая Да Не сказать Что она Длинная Оборот Просто Мы стоим На месте Да Интересно Что это Такое Что там Происходит Смогли Мы устоять И Пойдем Покупать Арбузы 20 рублей Стоит За килограмм Ой На улице 38 градусов Это просто Невероятная Жара Слушай Какие они Хорошие Маленькие Наверное Но я хочу Вкусный А вот Те самые Малюшки Дыньки Мы их уже Покупали Когда-то Ладно Мы сейчас Выберем Затаримся Затарились На тысячу Рублей Серега Два Арбуза Тащит У меня Вон Куча Фруктов Так Главное Чтоб не падали Вот Сейчас мы С собой Еще фруктики Какие-нибудь Возьмем Внутрь И поточим Чем Чем Будет Помыть Вот Хороший Вопрос А то Мы всю Воду Изничтожили Ладно Сейчас Придумаем Ну Сейчас Вот Ярмарки Конечно Это Очень Шикарно Что Открылись Но Еще Все Это Померим Нитратомером Так Когда Есть Нитратомер С собой Вообще Мерить Надо Дотолк Ну Грушка На самом Деле В такую Жару Очень Хочется Овощей И фруктов Смотрим Ну Почти Норма Незначительное Превышение Ну Это Может Статистически Погрешен Не будем Это ты Грушку Померила Да Да Это была Грушка А это Нектаринка Моя Мерим Нектарин Нектарин Значительное Превышение Нормы 114 Нектарин 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 Кстати С пятерочкой Нектарин Все Причем Спасибо Да Надо еще арбуз померить потом Когда уже дома будем Понятно что прибор это такая Полуигрушка Он показывает содержание солей Поэтому потом полтора-два раза Ничего страшного Если там все вообще в норме То значит круто Если там полтора-два раза Это не страшно А вот когда бывает там в пять раз Или в десять Да вот такое действительно Лучше лучше с ней Так что Сатистическая победа Просто там будет все здоровье Ладно Погнали бы дальше В сторону Краснодара Мы как самые умные В пятницу Едем с моря Домой А народ походу Делает обратное Потому что встречный поток Прям очень плотный Все хотят на морюшко И вот когда мы ехали на море Мы как раз вот эта пробка Объезжали по полям Там еще ремонтная работа Должна быть Но все равно даже вот сейчас Машина за машиной Коток очень плотный Наши что Куда мы едем Показывается зеленый Они едут Народ отдыхать хочет Мы добрались до гаража Серега идет Открывать Поднимать Поворота Загонять Прицеп будем Ну и собственно Потом домой Разгребать вещи Стирать белье Да Вот сейчас Прям Нормально А то мы ехали Там 41 градус Показывал Жары Вообще люто Давай Вот какой у нас Гаражик Просторный Аккуратненько Аккуратненько Вообще влезай Еще чуть-чуть Ну вот Заехал Да Смотрите Это от нас Такие следы Уровень горы Колеса Прям Вон прям Плавится резина Ну все Прицепчик загнали Молодцы Приехали Короче В Краснодар Сейчас у нас Обычная И привычная Нам процедура Мы ставим Вот так Вставляем Нажимаем И ждем Но на вид Кстати он не такой Красненький Как хотелось бы Ну 106 Значительное превышение Нормы А норма 60 Ну вот Вот такой вот арбузик Вкусный Угу Угу Угу